Вели некую полезную операцию, операцию замыкания множества-множеств. Ну, правда, замыкание понимается не в топологическом смысле, а замыкание в смысле относительно операции объединения. Я там уже начал формулировать некое утверждение, но давайте я повторю, потому что трудно так вот, не помню, что там было написано, доказывать. Значит, утверждение. Пункт первый. Пусть Q это множество-множеств. То есть Q само множество, и все его элементы являются множествами. Тогда замыкание Q тоже есть множество-множеств. Второй пункт. Пусть Q множество-множеств. Тогда Q есть под множество-замыкание Q. То есть в замыкании есть некое расширение исходного множества-множеств. Третье. Пусть Q это множество-множеств. Причем Q замкнутая. Ну, опять-таки, замкнутая не в топологическом смысле, до этого мы еще просто не дошли. А замкнутая относительно операции объединения. Тогда замыкание Q равно Q. Четвертый пункт. Верное и обратное. Пусть Q множество-множеств. Замыкание Q равно Q. Тогда Q замкнутое. Пятый пункт. Пусть Q множество-множеств. Тогда замыкание Q есть замкнутое. Множество-множеств. Ну, на первый взгляд кажется, что пункт какой-то совсем неразумный. Ну, понятно, что замктое мы же для того и замыкали. Ну, может, мы для того замыкали. Но, тем не менее, напрямую из определения не видно, что получится замкнутая система. Более того, вы сейчас увидите, что это будет самый сложный пункт для доказательства. Единственный нетривиальный. Наконец, шестой пункт. Пусть Q1 и Q2 – это множество-множеств, причем Q1 под множество Q2. Тогда замыкание Q1 под множество замыкания Q2. То есть, имеет место некая такая монотонность. Так, ну, посмотрите, пожалуйста. Формулировки утверждений понятны? Давайте доказывать. Я даже первое докажу, хотя существует сильнейший соблазн заявить, что оно очевидно. Но, тем не менее, если уж я все это пытаюсь как-то аккуратно доказывать, давайте все доказывать. Хотя, без слова очевидно, совсем я и не обойдусь. Доказательства. Первый пункт. Ну, вот как раз очевидно, что замыкание Q – это множество. Потому что оно определялось как множество с какими-то свойствами. Пусть А принадлежит к замыканию Q. Ну, опять-таки, смотрим на определение замыкания. Тогда существует множество мю, удовлетворяющее условиям. Во-первых, мю – это подмножество Q. И, во-вторых, А – это объединение мю. А теперь давайте смотреть. Значит, Q – множество, состоящее из множеств. Мю, соответственно, тоже будет какое-то множество, состоящее из множеств. И А получается, если элементы мю, то бишь множество, объединить между собой. Понятно, что получается множество. Следовательно, А – множество. Что и требовалось. Второй пункт. Пусть А принадлежит Q. Обозначим через мю, А в фигурных скобочках. Что означает А в фигурных скобочках? Это множество, единственным элементом которого является объект А. То есть, так сказать, мешочек, в котором лежит А. Тогда, что я могу про это мю сказать? Во-первых, мю – это под множество Q, потому что его единственный элемент является элементом множества Q. Во-вторых, объединение мю как устроено? Это А, конечно. Я должен объединить все элементы, входящие в мю, но в него входит один элемент, он просто не меняется. Ну, а теперь смотрите. А представлено в виде объединения мю, где мю под множество Q. Следовательно, по определению А принадлежит к замыканию q. Ну, и учитывая произвольность выбора, значит, в силу произвольности выбора А, прям за щеку, получаем, что q – это под множество замыкания q. Ну, вот надо сказать, что вот эта фраза, в силу произвольности и так далее, фраза очень правильная, она должна повторяться довольно часто, но уж больно она длинна, поэтому один раз я так написал, а дальше буду писать просто так, да. Так, по поводу этого доказательства есть какие-нибудь вопросы? Третий пункт, смотрим. Значит, в третьем пункте я знаю, что моя система множеств замкнута. И должен доказать равенство. q в квадратных скобках равно q. Кое-что я уже знаю про это самое q в квадратных скобках. Вот как раз только что я получил важную информацию. Четыретий пункт. Это очевидно, q под множество замыкания q. Пусть а принадлежит к замыканию q. Тогда по определению замыкания существует множество мю, удовлетворяющее условиям. Мю под множество q, а равно объединению мю. Ну, вот что интересно. q-то у нас замкнуто. Следовательно, можно провести такую цепочку рассуждений. А равно объединению мю, которое обязано принадлежать q. Тогда получается, что замыкание q есть под множество q. И мы получили два противоположных включения. Итак, имеет место равенство. Согласны? Так, в обратную сторону доказываем. Четвертый пункт. В четвертом пункте как раз вот это равенство нам дано. Нужно доказать замыкание. Пусть мю под множество q. Тогда объединение мю по определению принадлежит к замыканию q. А замыкание q равно самому q. Следовательно, опять же, по определению. К замыкание системы множество. Ну, тут, я думаю, тоже все более-менее понятно. Давайте пятым пунктом займемся. Так. Нужно доказать, что замыкание само является замкнутой системой. Пусть мю под множество замыкания q. Тогда проведем выкладку. Рассмотрим объединение мю. Перепишем это объединение мю чуть-чуть другой формы. Я сразу, когда давал определение объединения, я дал две разновидности записи. Запишем так. Объединение по всем а, принадлежащим к мю. А, это будут какие-то множества. Ну, вот этих самых множества. И проведем некое преобразование. Построим удобное выражение для А. Ну, как обычно, когда проводятся какие-то комментарии к сумме, к объединению, к интегралу, еще к чему-то такому, я сделаю вот такой разрыв. Квадратные скобочки между знаками равенства поставлю. И в разрыве напишу, значит, нужные мне комментарии. Пусть А принадлежит к мю. Тогда что получается? А принадлежит к мю, а оно, в свою очередь, есть под множество замыкания ку. То есть А принадлежит к замыканию ку. Следовательно, существует множество мю 0, зависящее, вообще говоря, от А, поэтому я напишу вот так вот. Мю 0 от А, удовлетворяющее условиям. Ну, во-первых, мю 0 под множество ку. А во-вторых, А может быть представлено как объединение мю 0. Мю 0 под множество ку. А равно объединению мю 0. Все, комментарий закончился. Продолжаем дальше нашу выкладку. Итак, пишем объединение по всем А, принадлежащему к мю, вот таких выражений. Объединение мю 0. Ну, в принципе, здесь, конечно, неплохо было бы сформулировать отдельную лемму, но времени тратить мне не очень хочется, поэтому давайте попробуем обойтись рассуждением на пальцах. Что происходит? Значит, имеется мю 0. Это некое семейство, зависящее от параметра А. Семейство чего? Семейство множества. И есть у меня такой вариант поведения. Я сначала беру каждый элемент семейства, то есть мю 0 от конкретного А, и все множество, входящее в семейство, объединяю. После чего я начинаю варьировать А. Один А возьму, другой А возьму, третий А возьму. И так перебираю все возможные значения А, и объединение, получившееся для каждого значения, склеиваю между собой. Но ведь, наверное, можно поступить и в другом порядке. Можно поступить так. Сначала проварьировать значения параметра А. И объединить все вот эти множества. Получится один такой здоровенный мешок со множествами. А потом в один присест все множества, входящие в этот большой мешок, объединить между собой. Ну, аккуратно это равенство проверяется прямым разворачиванием определения объединения. Так, ну что, готовы поверить, что это справедливо утверждение? Хорошо, а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Каждая из этих миноль, где-то у меня было написано, вон там вот, есть подмножество Q. Если я все эти миноль объединю, то получу более, так сказать, крупные, фигурально выражаясь, тоже подмножество Q. И его объединение по определению замыкания должно принадлежать к вот этому самому Q в квадратных скобках. Ну, что, собственно, и требовалось. Q в квадратных скобках является замкнутой системой. Согласны? Вопросы есть по поводу, какие-нибудь по поводу этого утверждения? Ну, и давайте шестой пункт. Он довольно простой, но полезный. Пусть А принадлежит к замыканию Q1. Тогда существует множество μ, удовлетворяющее условиям. μ подмножество Q1, а есть объединение μ. Следовательно, я могу кое-что уточнить. Вот, смотрите, μ подмножество Q1, но по условию у нас Q1 подмножество Q2, и получается, что μ является подмножеством Q2. При этом выражение для А у меня сохранилось. Ну, и вспоминая в очередной раз определение замыкания, я делаю вывод. Тогда А принадлежит к замыканию Q2. Ну, собственно, всё. Можно ещё для красоты выписать сам результат. Итак, замыкание Q1 подмножество к замыканию Q2. Согласны? Так, ну вот эта операция замыкания, она для нас носит всё-таки вспомогательный характер. Тем не менее, она полезна. А теперь давайте переходим к самому главному. Вводим понятие топологического пространства. Значит, я ещё раз хочу подчеркнуть один важный момент. Вот сейчас мы делаем скачок по уровню абстракции. То есть до сих пор в курсе матанализа мы сначала с помощью каких-то средств, используя ε, δ, язык, вводили понятие открытого множества. А потом мы могли сказать, правда, не говорили, но могли бы сказать, что совокупность всех открытых множеств – это топология. Сейчас мы действуем… Да, и потом установим какие-то свойства топологии. Сейчас мы будем действовать в обратном порядке. Мы сначала введём какие-то свойства, описывающие топологию, а потом назовём открытыми те множества, которые входят в топологию. Поэтому не нужно меня спрашивать, как я узнал, что то, что входит в некую систему Тау, о которой я сейчас буду говорить, является открытым множеством. Никак не узнал. Это определение. Итак, определение. Пусть М… Некоторое множество. Опять же, не устаю цитировать Алису. Сейчас будем рисовать множество. Множество чего? Ничего, просто множество. Мне абсолютно сейчас не важна природа элементов, из которых состоит это самое М. Я даже не говорю, что оно не пустое. Даже такой патологический случай, как пустое множество, меня, в общем-то, вполне устроит. Итак, М – совершенно произвольное множество. Пусть… Далее Тау. Есть подмножество П от М. П от М, напоминаю, это совокупность всех подмножеств множества М. А тогда Тау – это получается некоторая совокупность подмножеств множества М. То есть вот взяли мешок, набрали какое-то количество подмножеств множества М, в этот мешок сложили. Может быть, ни одного множества не взяли, мешок получился пустой. Может быть, все взяли, и получилось само П от М. Может быть, выбрали промежуточный вариант. Итак, Тау – это некая совокупность подмножество М. И пусть справедливы следующие утверждения. Утверждение первое. М принадлежит к Тау. Ну, если забежать вперед и признаться, что я буду называть открытыми множества, входящие в систему Тау, то первое утверждение можно сформулировать так. Все пространство является открытым множеством. Второй пункт. Для любого А1, принадлежащего к Тау, для любого А2, принадлежащего к Тау, пересечение А1 и А2 снова принадлежит к Тау. Но опять же, забегая вперед, а пересечение двух открытых множеств есть открытое множество. Конечно, я могу сразу же результат улучшить. Я могу воспользоваться методом полной математической индукции и доказать, что пересечение любого конечного числа множества принадлежащих к Тау даст множество принадлежащих к Тау. Но не более того. С помощью методов математической индукции нельзя дойти даже до счетной бесконечности. Вы, собственно, даже знаете, что, скажем, если рассматривать топологию на вещественной оси, то там есть контрпример, когда берется счетное число неких открытых множеств, они пересекаются, а получается множество уже не являющееся открыто. Помните соответствующий пример? Интервальчики сужащиеся. Третий пункт. Я сначала словами скажу. Объединение любого количества множеств принадлежащих к Тау дает снова множество принадлежащих к Тау. Значит, для любого мю, являющегося под множеством Тау, объединение мю принадлежит к Тау. То есть та самая замкнутость, о которой мы выше столько говорили. Итак, система Тау – это замкнутое множество множеств, замкнутое относительно операции объединения. Вот если это все выполнено, то будем говорить, будем говорить, что Тау – это топология на множестве М. Дальше. Упорядоченная пара М-Тау – это топологическое пространство. Тут нужно заметить, что слово «пространство» не является научным термином. То есть нету какого-то изначального определения пространства, которое дальше классифицируется на такие пространства, всякие пространства. А вот для конкретных пространств определение существует. То есть вот только что мы фактически дали определение топологического пространства. Вы там знаете уже определение линейного пространства, метрического пространства, еще куча всяких определений. Дальше будем говорить, что m это носитель пространства mTau Ну или еще можно сказать, что это множество элементов пространства mTau То есть вообще говоря, существует разница между множеством элементов и топологическим пространством Другое дело, что эта разница довольно часто пренебрегает Ну и наконец будем говорить, что tau это топология пространства mTau Первый пункт и четвертый, они чуть-чуть отличаются В первом пункте еще нет слова пространства Говорится, что tau это топология на каком-то множестве А здесь мы уже из множества и из заданной на нем топологии сформировали топологическое пространство И говорим, что tau это топология именно этого пространства Так, по поводу определения топологического пространства есть какие-нибудь вопросы? Давайте я приведу два примера топологических пространств Но примеры, конечно, будут смешные Дело в том, что нетривиальные примеры Я хочу довольно-таки на длительный срок отложить Сначала я расскажу много всяких вспомогательных определений, простеньких свойств и так далее Тем не менее, два абсолютно очевидных примера Наверное, нужно привести сразу Значит, первое замечание Пусть M Это множество А tau Есть множество, состоящее из двух элементов Тут опять пишу Из пустого множества Из множества M Тогда Нетрудно проверить, что выполнены все три аксиомы топологического пространства И M tau Есть Топологическое пространство Обратите внимание на такое обстоятельство Не один элемент у меня здесь включен в tau А два M И пустое множество Тем не менее, в аксиомах я не написал Что пустое множество принадлежит tau Почему? Потому что в аксиомах у меня есть требование замктости А на предыдущей лекции Мы видели, что любая замкнутая система множества Обязательно содержит в себе пустое множество Я сказал два элемента На самом деле Здесь есть элемент обмана Потому что Два элемента в том случае, когда M не пусто А в одном Совсем уж патологическом случае частном Если M само пустое множество Топология все-таки состоит из одного элемента Потому что Этот и этот у нас склеиваются Значит, вот это самая маленькая возможная топология С минимальным запасом элементов Второе замечание Пусть M множество А tau равно P от M Но опять-таки Прямая проверка показывает Тогда M tau Топологическое пространство И это, наоборот, будет Самое обширное топологическое пространство С самым большим запасом элементов Кстати, обратите внимание Никто мне не запретит На одном и том же множестве Задавать разные топологии Так, ну а теперь нам нужно срочно догнать матанализ То есть все топологические понятия Которые были в матанализе Нужно повторить Опираясь на абстрактное представление о топологии Поэтому замечание сейчас будет очень длинное Там я даже не помню сколько 15-20 пунктов Сколько получится Пусть M tau Топологическое пространство Первый пункт Я, наконец, легально наведу понятие Открытого множества Будем говорить Что А Это открытое Множество В пространстве M tau Если А прилежит к tau Второй пункт Ведем понятие окрестности точки Пусть X0 Принежит к M Будем говорить Что у омега Есть окрестность Точки X0 Если выполнены следующие два условия Во-первых Омега Принежит к tau То есть Омега является Открытым множеством И во-вторых X0 Принежит к омега То есть Окрестностью точки Называют любое Открытое множество Содержащее данную точку В матанализе Мы очень часто Используем Специфические окрестности Окрестности Некого Конкретного вида Ну скажем Открытые шарики Или открытые круги С центром В данной точке Но Еще раз повторяю Окрестностью Называется Любое Открытое множество Снижащее данную точку Ну например Если я вот возьму Точку X0 А потом Вокруг нее Нарисую Вот что-то такое Во-первых Я сильно погну Границу Во-вторых Я вырежу Из этого множества Какие-то кусочки И в-третьих Я возьму Еще один кусочек Который С первым Никак не связан На нем тоже Что-то вырежу Так Ну и вот Заштрихую Интересующее Меня множество Все это Каракатицу Тем не менее Я обязан признать Что это Есть окрестность Точки X0 Понятно Да? Ну как Есть окрестность У одной точки Так собственно Можно ввести Понятие окрестности И для Целого множества Точек Иногда Это бывает Очень полезно Например Когда дело Доходит До Вычисления Предела Функции Двух переменных С помощью Перехода В полярные координаты Так Какой у меня там Пункт Четвертый Сейчас будет Посмотрите Третий Третий Пусть А Под множеством М большое Будем говорить Что Омега Есть Окрестность Множество А Если Выполнены Два условия Во-первых Омега Прилежит К Тау И во-вторых А Под множество Омега Конечно Не принадлежит К омега А под множество Омега Ну и вот Теперь Имея понятие Окрестности Я сформулирую Еще одну Экстраординарную Аксиому Которая не входит Стандартный список Аксиом Топологического пространства Но очень часто Добавляется Ее Называют по-разному Аксиома Хаусдорфа Вторая аксиома Отделимости А пространство Которое Содержит Которое удовлетворяет Этой аксиоме Оно называется Хаусдорфовым пространством Четвертый пункт Будем говорить Что МТАУ Это Хаусдорфово Пространство Аксиома Хаусдорфовым пространство Если Выполнено следующее требование Для любой точки Х1 Принадлежащей к множеству М Для любой точки Х2 Принадлежащей к множеству М Если Х1 Не равно Х2 То Существует Множество Омега 1 В скобках я уточняю Что омега 1 Это не что-нибудь А окрестность Точки Х1 И Существует Омега 2 Где омега 2 Есть Окрестность Точки Х2 И Вот эти объекты Омега 1 И омега 2 Они такие Что Их пересечение Есть Пустое Множество То есть Я предполагаю Что у любых Двух различных точек Есть Непересекающиеся Окрестности Вы мне скажете Ну а как этого Может не быть А откуда берется Убеждение Что у разных Точек Есть непересекающиеся Окрестности Оно берется Из картинки Которую мы себе Представляем И рисуем Шарики То есть Фактически Оно берется Из представления Топологии О метрических Пространствах А если мы берем Произвольное Топологическое Пространство Где топология Вне всякой связи Точек Одна Общая окрестность Не пересекающиеся Окрестности Быть никак не может В такой топологии То есть В этой топологии Все точки Слиплись Вот Другое дело Что опыт Показывает Что Ну скажем Для развития Интегрирования Нужно рассматривать Пространство Хаусдорфа Ну там На самом деле Еще кучу Всяких ограничений Нужно накладывать Но Хаусдорф Без Хаусдорфа Трудно обойтись То есть Можно конечно Высказать Осторожное предположение Что все физически Интересные модели Будут Хаусдорфами Но С другой стороны Зарекаться тоже Не нужно Потому что Невозможно Заранее предсказать Что там понадобится При решении Каких-то Конкретных Физических задач Так Значит Что такое Хаусдорф Понятно А Кстати Назовите мне Пожалуйста Один результат Из области Мат-анализа Который опирается Именно на Хаусдорфовость Обычной Вещественной оси И без Хаусдорфовости Этот результат Не будет справедлив Единственное С предела Совершенно верно Представляете Как сложно Будет Работать С пространством В котором Предел Последовательности Предел функции Определяется Неоднозначно Мы даже не можем Использовать Обозначение Лимит При Х Стремящемся К Х0 Ф от Х Так Пятый пункт Теперь начинаем Перечислять Всякие Характерные Точки Множеств Начнем С внутренних Точек Значит Пусть А Подмножество М Будем Говорить Что Х0 Это Внутренняя Точка Множество А Если Выполнены Следующие Два Требования Во-первых Х0 Принадлежит К нашему Пространству Было бы Очень странно Рассматривать Точки К нашему Пространству Не относящиеся Но Обратите внимание Я не требую Чтобы Х0 Принежал К А Я пока Потребую Просто Чтобы Х0 Была Точкой Нашего Пространства И второе Требование Что Существует Омега Где Омега Есть Окрестность Точки Х0 Такая Что Омега Есть Подмножество Множества А Или Целиком Лежит на Множестве А Ну Вот Из этого Второго Требования Видно Что В нашем То Случа Х0 Будет Принежать К множеству А Почему Потому Что С одной Стороны Омега Лежит На Множестве А А с другой Стороны Омега Это Окрестности Значит Точку Х0 Содержит Вот Здесь В пятом Пункте Пусть А Подмножество М Обозначим Через Инт От А Множество Всех Внутренних Точек Множество Ну Иногда Это множество Называют Просто Внутренность А Инт От слова Internal Все Продолжаем Обсуждать Пункт Пятый Пусть А Подмножество М Тогда Внутренность А Есть Подмножество А Ну Как раз То О чем Я только Что Говорил Что Каждая Внутренняя Точка Является Точкой Нашего Множества Пусть Теперь А Это Открытое Множество Тогда Как вы думаете Что будет справедливо В этом случае Да Конечно Внутренность Совпадает Сами Множеством Почему Потому что Это Включение Остается Естественно Справедливым Она всегда Справедлива С другой стороны Если я возьму Точку Х0 Принадлежащую К множеству А То я всегда могу Привести пример Вот такой Хорошей окрестности Роли этой окрестности Будет играть Само множество А Оно открыто Оно Точку содержит Но интересно Что верное Обратное Значит Пусть А Под множество М И Внутренность А Равна А Тогда А Принадлежит К Тау Здесь Немножко Посложнее Вот смотрите Я утверждаю Что внутренность А равна А То есть В частности Каждая точка Множества А Является Внутренней точкой Множества А Значит Для каждой точки Можно подобрать Окрестность Которая Эту точку Содержит И которая Целиком Лежит На множестве А Вот так Получается У нас Некое Семейство Окрестностей И получается Что А можно Рассматривать Как объединение Этого Семейства Окрестность То есть А склеено Из Какого-то Набора Окрестностей Но Этот набор Может быть Очень большой Это может быть Континуум Окрестностей Вот А с другой стороны У нас Объединение Любого количества Открытых Множеств Это открытое Множество Поэтому Получается Что А Открытое Так Следующее Понятие Следующая Характерная Точка Это Граничная Точка Так За нумерацией Вам придется Следить Потому что Я стираю А потом Соображаю Что номер Я не знаю Как выписать Шесть Хорошо Пусть А Подмножество М Будем Говорить Что Х0 Это Граничная Точка Множество А Если Выполнены Следующие Условия Во-первых Х0 Это Точка Нашего Пространства Во-вторых Для любого Омега Где Омега Это Окрестность Точки Х0 Существует Х1 Принежащий К омега Существует Х2 Принежащий К омега Такие Что Х1 Принадлежит Множеству А А Х2 Не Принежит Множеству А Ну или Если на пальцах Пытаться Сформулировать То В любой Окрестности Точки Х0 Найдутся Как точки Принадлежащие К А Так точки Не Принадлежащие К А Ну давайте Я попробую Нарисовать Картинку Картинку Я возьму Крайне простую Вот у меня Круг На плоскости С центром В начале Координат И вот Точка Х0 Лежит На окружности И вот Я пытаюсь Нарисовать Какую-то Окрестность Точки Х0 И обнаруживаю Что если я Из точки Х0 Смещусь Чуть-чуть Во внешнюю Область По отношению К кругу То я получу Точки Лежащие В моей Окрестности Омега Но не Принадлежащие К множеству А А если я От точки Х0 Смещусь Чуть-чуть Вот сюда По направлению К центру Круга То я получу Точки Которые Кругу Принадлежат И окрестности Тоже Принадлежат И понятно Что уменьшая Омега Не уменьшая Омега Все время Будет такая Ситуация Вот Поэтому Эта точка Является Граничной Точкой Множества А Определение Понятно? Хорошо Здесь же В шестом Пункте Пусть А Под Множество М Обозначим Через ДА Но Д Обратите Внимание Не Большая Буква Д Как В операторе Дифференцирования Или как Там В области Определения Функции А Круглое Д Как В частной Производной Так вот Обозначим Через ДА Множество Всех Граничных Точек Множества А Ну Это множество Часто называют Просто граница Множества А Тут есть Одна тонкость Дело в том Что Граница В топологии И граница В геометрии Это немного Разные вещи Вот вспомните Когда вы изучали Всякие Поверхностные Интегралы И даже Более Конкретно Скажу Изучали Формулу Стокса Вот вы Рисовали Некую Поверхность И говорили Что вот Эта Поверхность Ну допустим Фи Большое А это Допустим Гамма Это граница Поверхности Но понятно Что с точки Зрения Топологии Вот эти Точки От каких-то Таких точек Ничем Не отличаются Потому что Что здесь Что здесь Если я нарисую Окрестность Окрестность Она пухленькая Трехмерная Все равно В окрестности В любой Окрестности Найдутся точки Как принежащие Поверхности Так и не принежащие У нее все Точки Граничные У нее Внутренних Точек Вообще Нету Вот Тем не менее Мы как-то Отличали Одно От другого Ну как мы Отличали Это вопрос Сложный Но в принципе Существует Наука Которая Действительно Позволяет Различать Такие вещи То есть Есть Понятие Сингулярной Цепи Есть Понятие Клеточного Комплекса Есть Понятие Гладкого Многообразия С краем И для них Для всех Введен Некий Оператор Оператор Вычисления Границы Это Граница Не в топологическом А скорее В алгебраическом Смысле Этого слова И некоторые Авторы Например Постников Они стараются Различать Одну Границу И другую Вот ту Границу Которую Я здесь Написал Постников Обозначает Так Ф Р От А Вот Но Если честно Такое Педантичное Различение Встречается Очень Рядко С одной Стороны С другой Стороны На практике Трудно Поверить Что человек Из контекста Не поймет В каком Именно Смысли Рассматривается Оператор Вычисления Границы Поэтому Я всегда Буду Писать Это Д Ну и Наконец Собственно В нашем Курсе Алгебраической Границы Не будет Она Появится Только В спецкурсе Для магистрантов Кафедры Математики Там Некое Такое Продолжение Нынешнего Курса Вот Поэтому Я всегда Буду писать Докруглое Но Тем не менее Имейте Ввиду Что Граница Может Пониматься В разных Смыслах Так Здесь же В шестом Пункте Пусть А Под Множество М Тогда Внутренность А И граница А Не пересекаются Это сразу Видно Из определений Внутренняя Точка Никак Не может Быть Граничной Граничная Точка Никак Не может Быть Внутренней Так И опять Здесь же В шестом Пункте Пусть А Под Множество М Тогда Граница Вот такого Множества М Минус А Оно называется Дополнением К множеству А То есть Все пространство Кроме Точек Множества А Она совпадает С границей Множества Но это Тоже Легко Вытащить Из Определения Граничной Точки Почему Потому что Граничная Точка Это Точка В любой Окрестности Которая Содержится Как точки Прилежащие К множеству Так и Не Принадлежащие Но тем Не менее Точки Окрестности Точки Нашего Пространства То есть Это Точки Дополнения Так По поводу Граничных Точек Есть Какие Вопросы Хорошо Седьмой Пункт Предельная Точка Предельную Точку Должен Любить Каждый Студент Прошедший Курс Мат Анализа Потому что Именно В предельных Точках Области Определения Функции Можно Говорить О понятии Предела Функции Так Седьмой Пункт Пусть А Подмножество Н Будем Говорить Что Х Ноль Это Предельная Точка Множество А Если Выполнены Следующие Условия Х Ноль Принадлежит Нашему Пространству И для Любого Омега Где Омега Окрестность Точка Х Ноль Существует Точка Х Принадлежащая Окрестности Омега И удовлетворяющая Условию Что Х Принадлежит А Х Не Равно Х Ноль То есть Точка Называется Предельной Если в любой Ее Окрестности Найдутся Другие Кроме Ее Самой Точки Принадлежащие Множеству А Обратите Внимание Что И Граничные Точки И Предельные Точки К множеству Принадлежать Уже Не Обязаны Я могу Привести Пример Множества Содержащего Свои Граничные Точки Например Вот Такой Круг Включая Окружность А могу Привести Пример Множества Не Содержащего Свои Граничные Точки Вот Такой Круг Без Окружности Из которого Ободрали Шкурку А могу Взять Вот Так Вот Половину Окружности Я Присоединю К моему Кругу А половину Окружности Присоединять Не буду Вот В связи С этими Различными Ситуациями Возникает Понятие Замкнутого Множества На этот раз Уже Замкто В таком В нормальном Распространенном Смысле Этого слова В топологическом Смысле Замкто Восьмой Пункт Будем Говорить Что А Это Замкнутое Множество В Пространстве МТАУ Если Выполнены Следующие Условия Во-первых Ну Здесь На самом деле Две вещи Нужны Во-первых Я вот как раз Этой хотел написать Что А под множество М Мы рассматриваем Множество Точек Ничего Небудь А именно Вот этого Множества М А во-вторых Второе требование Что граница Должна Сама быть Под множеством Множества То есть А должно Содержать Все Свои Граничные Точки Но Когда я Определял Границу Использовал Окрестности А если Я использовал Окрестности Значит Я использовал Топологию Если Я выберу На том же Самом Множестве М Другую Топологию То все Поменяется Будут Другие Внутренние Точки Другие Граничные Точки То есть Здесь Все На самом Деле Относительно Относительно Рассматриваем Топологического Пространства Итак Что такое Замкнутый Множество Понятно Давайте Здесь же В восьмом Пункте Ведем Операцию Замыкания Пусть А Подмножество М Обозначим Через А с чертой Объединение А И ДА И справедливо Будет Следующее Утверждение Пусть А Подмножество М Тогда А С чертой Замкнутые Множество Ну опять Вы можете Возмутиться Сказать Господи А как же Оно может быть Незамкнутым Мы же Добавили Все граничные Точки Оно теперь Содержит Все граничные Точки Давайте посмотрим Что мы добавили Что оно содержит И что должно Содержать Да Действительно Я могу Сказать Что ДА Является Подмножеством Вот такого Объединения А плюс ДА То есть Подмножеством А с чертой Но Выполнение Такого Включения Никак не Свидетельствует О замкнутости А с чертой Что нужно Для замкнутости Нужно Чтобы ДА С чертой Было Подмножеством А с чертой А не ДА Было Подмножеством А с чертой Иными Словами Возможно, такая неприятность. После того, как я построил А с чертой, множество расширилось, а вдруг у него появились новые граничные точки, которые я не учел и которые к нему не принадлежат. И тогда оно не будет замкнуто. То есть здесь все-таки нужно доказательство. Оно тривиально, я не буду приводить, вам наверняка в матанализе его рассказывали. Здесь нужно просто развернуть, опять же, определение граничной точки, но тем не менее мы должны побеспокоиться и доказать, что для А с чертой выполнено именно вот это требование. То есть что я должен сделать? Я должен взять точку Х0 и сказать, пусть Х0 это граничная точка множества А с чертой. После этого я должен взять произвольную окрестность этой точки Х0 и посмотреть, что там у нас содержится. Что еще? Какие еще характерные точки я не описал? Я не описал точки прикосновения. Термин употребляется не очень часто, но реально с этими точками работают как раз довольно много. Так, номер мне скажите, пожалуйста. 9. Пусть А под множество М. Будем говорить, что Х0 это точка прикосновения множество А, если выполнено следующее условие. Х0 принадлежит нашему пространству для любого омега, где омега есть, окрестность Х0, существует Х, принадлежащий к омега, и такой, что Х принадлежит А. Очень похоже на определение предельной точки, но нету неравенства. Х не равно Х0. То есть говорится так, просто в любой окрестности точки Х0 найдутся какие-то точки множества А. То есть точка прикосновения – это точка, которая хоть какое-то отношение к множеству имеет. Но я сейчас опишу более подробно, опять же, без доказательств. Доказательство получается прямым разворачиванием определений. Но я все-таки более подробно опишу, как устроено множество всех точек прикосновения. Значит, пусть А под множество Н. Тогда объединение А и ДА – это замыкание АА с чертой, но я намеренно пишу в такой развернутой форме. Значит, объединение А и ДА – это множество всех точек прикосновения множества А. Что я при этом утверждаю? Я утверждаю, что если Х0 принадлежит вот сюда, то Х0 – точка прикосновения. То есть, если Х0 есть точка самого множества А, она точка прикосновения. Но это и понятно, в любой окрестности она сама содержится, а она к множеству принадлежит. Если Х0 – граничная точка множества А, то она точка прикосновения. Наоборот, если Х0 принадлежит сюда, то оно принадлежит сюда. То есть всякая точка прикосновения является либо точкой множества А, либо граничной точкой. Но и это еще не все. Есть очень похожие утверждения, которые дают чуть другую информацию. Пусть А под множество М. Тогда объединение внутренности А и границы А есть опять-таки все то же самое множество. Множество всех точек прикосновения. То есть про точку прикосновения с тем же успехом можно сказать, что она либо является внутренней точкой, либо является граничной точкой. Ну и, кстати, отсюда следует, что это равно этому. Понятная ситуация? Хорошо. Так, десятый пункт. Я введу термин, который нам понадобится, когда мы доберемся до гладких многообразий и гладких функций. То есть этот термин нужен скорее для матанализа, чем для топологии. Значит, будем говорить, что А это регулярное множество в пространстве М-Тау. Если выполнены следствующие условия. А под множество М. А не пустое. И А лежит в замыкании своей внутренней части. Что это означает? Это означает, что в любой окрестности точки А можно найти внутренние точки множества. То есть к любой точке множества А можно сколь угодно близко подойти, вступая только по внутренним точкам. Вы скажете, а как это может быть несправедливым? А очень просто. Вот, например, такой случай. Значит, я рисую многострадальный замкнутый круг с центром в начале координат. И еще одну отдельно стоящую точку. Вы скажете, а как так? А, собственно, кто мне запретит? Ну, вот беру я такое множество точек, состоящее из вот этих точек и еще из вот этой точки. Это А. Вот это все. А. Ищем внутренность А. Понятно, что вот все точки, лежащие здесь внутри круга, они все являются внутренними. Теперь смотрим точки, лежащие на окружности. Ну, очевидно, они все граничные, то есть их придется отбросить. И, наконец, смотрим на эту точку. Она тоже граничная. Потому что какую бы окрестность я ни нарисовал, с одной стороны в этой окрестности, ну, нужно прорядить границу, чтобы было видно, что это открытое множество. С одной стороны в этой окрестности содержится сама указанная точка, а значит, точка множества А. С другой стороны, если чуть-чуть отступить от этой точки, мы получим точки уже не принадлежащие к множеству А. То есть она граничная. А значит, ее тоже нужно будет выбросить. То есть внутренность А будет устроена так. Хорошо. А теперь ищем замыкание внутренности. Я теперь должен найти все граничные точки вот этого множества. И, о ужас! Окружность-то приклеивается обратно, А эта точка не восстанавливается, потому что она не является граничной точкой для множества внутренних точек. То есть int А с чертой, это будет вот эта штука, без исходной отдельно стоящей точки. Вы мне скажете, ну а, собственно, зачем выделять этот класс множеств? Какая, собственно, разница, можно там приблизиться к любой точке по внутреннему или нельзя? Дело в том, что в матанализе понятие дифференцируемых функций удобно вводить именно во внутренних точках области определения функций. Ну, вернее так, в одномерном случае можно побороться и дать определение, не использующее внутренности рассматриваемой точки. А вот уже в многомерном случае с невнутренними точками лучше не связываться. Да и с производными тоже, в общем-то, лучше работать во внутренних точках области определения. Это с одной стороны. То есть если я хочу развивать дифференциальные исчисления, то вообще лучше всего было бы изучать открытые множества. Но с другой стороны, если я собираюсь развивать интегральные исчисления, то граница мне, скорее всего, понадобится. Вот. Поэтому разумный компромисс такой. Все, что связано с дифференцированием, все, что связано с производными, мы будем строить во внутренних точках. А потом, чтобы определить производную на границе, мы сделаем предельный переход для производных изнутри области определения. Ну, просто потому что на границе с производной могут быть серьезные проблемы. Вот если я, ну вот ту же картинку использую, если я рассматриваю функцию заданную на вот таком замкнутом круге, и вот в этом месте я пытаюсь посчитать производную df по dx1. Для того, чтобы составить знаменитое разностное отношение для производной, я должен отклониться вправо-влево по вот этой прямой. Но когда я отклонюсь, я выскочу из области определения функции. Разностное отношение не будет иметь смысла, и производная не будет иметь смысла. Тем не менее, если вы откроете любой учебник по ММФ, то сам совершенно спокойно будут рассматриваться производные вот такого вида в указанных точках. Почему? А потому что любой специалист по ММФ, он даже признаваться не будет. У него это просто встроено в подсознание. Он всегда, производный на границе, понимает так. Сначала находим производные во внутренних точках, ну, везде, где они существуют. После чего вычисляем предел. Вот если это точка Х0, вычисляем предел. Лимит при Х, стремящемся к Х0, от этих производных. И если предел существует, вот тогда говорим, что существует производная в граничной точке. Вот. Но, естественно, для таких трюков нужно работать с регулярными множествами. Теперь давайте обсудим понятие открытого покрытия множества и понятие компактного множества. Так. Номер. Ну, вы, конечно, все хорошо помните первую теорему Верштрасса, вторую теорему Верштрасса, теорему Кантера, да. Все эти теоремы, какая там рассматривается ситуация, сегмент и на нем непрерывная функция. Но если вы возьмете не Ильина Позняка, а, скажем, Зорича, ну, или просто внимательно прочитаете доказательства и посмотрите, что же реально авторы используют, то вы обнаружите, что сегмент не важен. Важно, чтобы множество было замкнутым, и ограниченным. И вот обычно в матанализе для замкнутых и ограниченных множеств вводят термин компактное множество, да. Есть такой жестокий анекдот про жену математика, что математик говорит, Женя, какая же ты у меня все-таки компактная, в смысле изящная и миниатюрная, нет, в смысле замкнутая и ограниченная. Вот. Но когда дело доходит до функционального анализа, до бесконечно мерных пространств, снабженных, ну, там, скажем, линейное, нормированное, бесконечно мерное пространство, допустим, еще полное потребование, Банахово бесконечно мерное пространство, то обнаруживается, что замкнутые и ограниченные множества перестают быть такими хорошими. То есть вот аналогичные теоремы для замкнутых и ограниченных множеств там в бесконечно мерном случае уже не доказываются. Тем не менее, подобие теорем есть, потому что на самом деле компактность это нечто другое, это не замкнутая и ограниченность, а нечто такое, что я сейчас сформулирую. Да, но сначала я сформулирую понятия, связанные с открытыми покрытиями. Значит, пусть А под множество М. Будем говорить, что ню – это открытое покрытие множество А, если выполнено следующее условие. Во-первых, мю – это под множество Тау, то есть мю – это некоторая совокупность открытых множеств. И во-вторых, если А под множество объединения мю, то есть берем нашу совокупность открытых множеств, объединяем их все и обнаружим, что то, что получилось, полностью закрыло множество А. Ну, например, вот я беру замкнутый круг, и вот я рисую несколько открытых множеств. Ну вот, я три открытых множества нарисовал, и вижу, что они все вместе закрыли мой замкнутый круг. Тем самым, совокупность из трех нарисованных открытых множеств – это открытое покрытие моего замкнутого круга. Здесь же, в 11-м пункте. Пусть А под множество М, мю – открытое покрытие множество А. Будем говорить, что мю 0 – это подпокрытие покрытие мю, если выполнено следующее условие. Во-первых, мю 0 под множеством мю, то есть это некоторая совокупность множеств, каждая из которых входит в совокупность мю. В частности, мю 0 оно тоже будет совокупностью открытых множеств. И если тем не менее, несмотря на то, что мю 0 может быть поменьше, чем мю, тем не менее, вот это условие по-прежнему справедливо. А под множество объединения мю 0. То есть, с одной стороны это все еще открытое покрытие множество А, с другой стороны это часть множества мю. Вот эта штука называется подпокрытие. Понятно? Так вот, будем говорить, что А компактное множество в пространстве М-Тау, если выполнены следующие условия. во-первых, А под множество М. Во-вторых, для любого множества мю, удовлетворяющего условию, условия такое, что мю это открытое покрытие множество А. Существует множество мю 0, удовлетворяющее условиям. во-первых, мю 0 под множество мю, во-вторых, А под множество объединения мю 0, то есть мю 0 это под покрытие покрытие мю, и в-третьих, мю 0 это конечное множество. В каком смысле конечное? В смысле состоит из конечного числа элементов, то есть либо пустое, либо содержит натуральное число элементов. Ну, если пытаться как-то на более таком бытовом языке сказать, то множество называется компактным, если из любого его открытого покрытия можно выделить конечное под покрытие. Давайте посмотрим примеры. сегмент А если в 0 счетное количество элементов? Счетное это уже другое. Иногда вводят понятие счетной компактности, но оно уже менее интересно. То есть вот именно компактное множество означает возможность выбрать именно конечное под покрытие. давайте посмотрим такие примеры. Вот я беру сегмент от 0 до 1 и вот я беру открытое покрытие устроенное таким образом. Я беру точки вида 1 на n где n целое даже так натуральное число. Вот у меня точки так, так, ну и понятно, что они вот сюда сгущаются. Вокруг каждой точки я рисую интервальчик, но интервальчик я рисую достаточно большой, чтобы они вот так вот пересекались. Тем не менее я не затрагиваю точку 0. То есть вот у меня получается интервалов много-много-много, они накрывают все, кроме точки 0. А потом я еще добавлю один интервал вокруг 0. у меня здесь открытое покрытие, состоящее из бесконечного числа элементов, да? Но понятно, что большей части этих элементов мне не нужны, потому что все покрытия, пересекающиеся вот этим интервалом вокруг нуля, можно спокойно ликвидировать, выбросить из рассмотрения. И значит, после этого у меня останется только конечное число, да. Вот. Но понятно, что не всегда так. Понятно, что не всегда так хорошо получается. Вот, допустим, я возьму полуинтервал от нуля до единицы. Если я достаточно аккуратным образом накрою этот полуинтервал открытыми интервалами, то я сумею покрыть все точки, все точки, но при этом ничего выбросить будет нельзя, потому что как только я что-то выброшу, у меня образуется дырка, а вот того здорового интервала нету, который бы эту дырку прикрывал. А его нету, потому что ноль не принадлежит к рассматриваемому множеству. Ну, дело в том, что в конечномерном случае, то есть в пространстве r в степени n, есть такая замечательная теорема Лемма-Гейна-Борреля, которая гласит, что если q замкнутое и ограниченное множество, то есть любого его открытого покрытия, можно выбрать конечное подпокрытие. На самом деле, если немножко подумать, то станет ясно, что и обратное тоже верное. То есть, если множество является компактным в таком приведенном выше теоретико множественном смысле, то оно является замкнутым и ограниченным. Поэтому для конечномерного случая, для пространства r в степени n, и на самом деле для любого линейного конечномерного пространства, замкнутые и ограниченные это ровно то же самое, что компактные. Почему там и дают упрощенное определение. А вот в бесконечномерном случае компактные и замкнутые и ограниченные расходятся. Причем замкнутые и ограниченные теряют свою полезность, а компактные свою полезность сохраняют. Так, ну, понятная ситуация в общих чертах? Хорошо, теперь вот еще о чем нужно поговорить. Когда вот я учился на первом курсе во втором семестре, меня очень удивляло, что Владимир Борисович Глазко, который нам читал лекции по мотоанализу, он почему-то в некоторых ситуациях в качестве окрестностей точки использует шарики с центром этой точки, а в некоторых ситуациях использует параллепипеды с центром этой точки. У меня не было никаких претензий по поводу конкретных доказательств, то есть все было ясно, все было правильно, тут возразить нечего. Но непонятна была общая логика событий, почему он может выбирать то одну систему окрестностей, то другую систему окрестностей. И вот намного позже я обнаружил, что у всех этих разнообразных систем окрестностей было нечто общее. Они были так называемыми определяющими системами окрестностей. Вот сейчас я введу понятие, если вы мне номер подскажете, введу понятие определяющей системы окрестностей. Пусть x0 точка в пространстве m. Будем говорить, что μ это определяющая система окрестностей точки x0. В скобках я напишу другое название, которое постепенно вытесняет определяющую систему окрестностей μ. Это база окрестностей точка x0. Итак, будем говорить, что μ это определяющая система окрестностей, если выполнить следующее условие. Во-первых, μ это множество. Во-вторых, для любого ω принадлежащего μ ω есть окрестность точки x0. То есть это не просто множество, а это некоторое множество окрестностей точки x0. И в-третьих, самое главное, для любого ω 1, где ω 1 есть окрестность точки x0, существует ω 2, принадлежащая к μ. То есть ω 2 это тоже окрестность точки x0, но специфическая, взятая именно из системы μ. Существует ω 2 такое, что ω 2 под множество ω 1. Очень долго это определение у меня скользило по сознанию и полностью из него выталкивалось. То есть я совершенно не мог запомнить определение, потому что не было понятно, чем же хорошо это условие. Ну да, некое условие, ну простое, ну в общем все понятно, только непонятно, зачем нужно именно так брать. Пока я не нашел в Постникове, в курсе лекции по геометрии, очень простое словесное описание вот этого точного определения. Описание такое, что система μ называется определяющая система окрестности, если она содержит сколько угодно малые окрестности точки х0. Если я говорю, что для любого омега-1 можно подобрать омега-2, которое меньше, чем омега-1, то получается, что в системе μ окрестностей достаточно много, чтобы там оказались сколько угодно маленькие окрестности. Понимаете? и вот после такого объяснения становится ясно, что, скажем, множество всех шариков с центром в данной точке это определяющая система окрестностей, множество всех параллепипедов это определяющая система окрестностей. Можно взять более интересный случай, можно взять не все шарики, а можно взять некую последовательность радиусов, сходящуюся к нулю. У меня получится счетное число радиусов и будем брать шарики только с радиусами из вот такой указанной последовательности. В этом случае мы получим опять-таки определяющую систему окрестностей, она будет счетная, состоять из счетного числа элементов. Так вот, а дальше обнаружилась замечательная вещь, что практически все топологические понятия, всякие там пределы непрерывности и прочее, можно формулировать как в терминах произвольных окрестностей, так и в терминах любой заранее выбранной определяющей системы окрестностей. Что, собственно, вообще объясняет успешность языка ε-δ, то есть, казалось бы, какие, собственно, ε-δ, это же не все окрестности, но это есть некая определяющая система. Это же объясняет успешность методов, применявшихся Владимиру Борисовичу, что можно брать шарики, а можно взять прямоугольники, а дальше уже по геометрии задачи. Если в задаче симметрия связанная с кругами или шарами, то нужно брать шарики. Если симметрия связанная с прямоугольниками, то, естественно, нужно брать прямоугольники. То есть понятие очень удобное. И вот на него сразу же я недаром заговорил о счетности опирается еще одна экстраординарная аксиома, которую иногда добавляют к аксиому топологического пространства. Первая аксиома счетности. Давайте прямо здесь же, в 12-м пункте будем говорить, что пространство m tau удовлетворяет первой аксиоме счетности. Если для любой точки х0 принадлежащей к множеству m существует множество μ удовлетворяющее условиям. мю это определяющая система окрестностей точки х0 и при этом мю это конечная окрестностей либо счетная множество. Нехорошо сказать, как вот иногда говорят, что у каждой точки определяющей системы окрестностей является конечной либо счетной, потому что значит является. У точки можно задать много определяющих систем окрестностей. Вот верно именно то, что я здесь написал, что для любой точки х0 существует конечная либо счетная определяющая система окрестностей. И есть неприятность, связанная с разночтениями в разных учебниках. К сожалению, чуть-чуть по-разному дают определение формулировку первой аксиомы счетности. иногда говорят так, что у каждой точки есть просто счетная определяющая система окрестностей. Это будет совсем другое утверждение, потому что здесь, грубо говоря, мы имеем оценку сверху по количеству элементов. То есть требуется, чтобы нашлась база окрестностей не слишком большая. Маленькая хорошо, но не слишком большая. А если человек требует, чтобы у каждой точки нашлась именно счетная база окрестностей, то оценка и сверху и снизу система должна быть не слишком большой, но не слишком маленькой. Ну вот я дальше, везде, где я буду пользоваться первой аксиомой счетности, я буду рассматривать именно такой вариант, конечная либо счетная. Договорились, да? Так, и тринадцатый пункт. похожее понятие на базу окрестности базы топологии. будем говорить, что B это база топологии ТАУ, если выполнены следующие два условия. во-первых, B под множество ТАУ, то есть B это некоторая совокупность открытых множеств. Во-вторых, сначала скажу словами, любое открытое множество можно представить как некоторое объединение множеств, входящих в систему B. Ну, если любое открытое множество можно представить в каком-то виде, то есть принадлежит к какому-то другому множеству, то у нас очевидно требование, что ТАУ есть чье-то под множество. Теперь, если я говорю, что множество можно представить как объединение множеств с B, то значит, что оно принадлежит к замыканию B в смысле замыкания относительно операции объединения. То есть второе условие можно сформулировать так. ТАУ есть под множество B в квадратных скобках. Итак, еще раз. Вот это условие означает, что B это совокупность открытых множеств. Вот это условие означает, что любое открытое множество можно представить как объединение множеств из системы B. Понятно? Так, ну и с базой топологии связана вторая аксиома счетности будем говорить, что пространство МТАУ удовлетворяет второй аксиоме счетности, если существует множество B удовлетворяющее условиям. Во-первых, B это база топологии ТАУ, и во-вторых, B конечная либо счетная множество. Опять-таки, неверно будет сказать, что пространство удовлетворяет второе аксиома счетности, если база топологии конечная либо счетная, потому что можно придумать множество разных баз топологии. Вот именно здесь нужно употреблять слово существует, то есть можно подобрать такую базу топологии, которая будет конечной либо счетной. И тоже второе замечание здесь будет справедливо, значит, в некоторых книжках говорят так, что B просто счетное множество. Получается совсем другое утверждение, и нужно внимательно следить за тем, какие следствия там автор дальше извлекает. Вот делают и так, и так, я дальше всегда буду подразумевать, что если выполнена вторая аксиома счетности, то можно подобрать конечную либо счетную базу топологии. Так, ну вот, наверное, самые такие главные определения я дал. Простейшие факты, связанные с этими определениями, я сформулировал. Теперь давайте немножко обсудим понятие компактного множества. сейчас я только проверю, сколько у нас времени. Да? Ну, попробуем. Имеет место следующая замечательная теорема. утверждение. Пусть МТАУ Хаусдорфова топологическое пространство. Ну, я немножко жульничал, я объединил два разных требования в одну фразу, то есть я фактически сказал, что, во-первых, МТАУ это топологическое пространство, и, во-вторых, сказал, что оно Хаусдорфово. Пусть дальше А это компактное множество в пространстве МТАУ. Пусть Х0 это точка, принадлежащая к множеству М, причем Х0 не принадлежит к множеству А. То есть имеется Хаусдорфово пространство, компактное множество и точка, не принадлежащая к компактному множеству. Тогда существует множество Омега-1 большое и Омега-2 большое, удовлетворяющие условиям. Омега-1 это окрестность множества А, Омега-2 это окрестность точки Х0 и они не пересекаются. То есть в Хаусдорфовом пространстве у компактного множества и не принадлежащей к нему точки существует не пересекающаяся окрестности. Доказательства. Во-первых, я отдельно рассмотрю тривиальные случаи. Тут нужно сказать, что конечно ни в коем случае нельзя пренебрегать тривиальными случаями. Потому что это может оказаться так, что только кажется, что они тривиальные. Вы какой-нибудь вариант выбросите при доказательстве теоремы. Будете считать, что очевидно, что там все хорошо. А когда начнете аккуратно его прорабатывать, обнаружите, что как раз в этом-то случае утверждение не работает. Так вот, тривиальный случай. Пусть а пустое множество. Ну, нетрудно понять, что пустое множество действительно является компактным. обозначим. Пусть омега-1 большое, это тоже пустое множество. А омега-2 большое, это все пространство. Тогда как не дико это звучит, но омега-1 есть окрестность множества. Почему? Потому что это открытое множество и а под множество омега-1. Дальше. Омега-2 есть окрестность точки х0. Опять-таки открытое множество и содержит все точки пространства, в том числе х0. ну и наконец самое жуткое их пересечение пустое множество, потому что омега-1 пусто. То есть казалось бы, несмотря на необъятные размеры омега-2, заполняющие все пространство, они таки ухитряются не пересекаться. Так, теперь рассматриваем более серьезный случай. пусть а не пустое множество. Фиксируем какую-нибудь точку х, принадлежащую к множеству. принадлежащую. Я сказал непринадлежащую, извините. Значит, фиксируем произвольную точку х, принадлежащую к множеству. Тогда я могу утверждать, что х и х0 это точки моего пространства М, и они не равны друг другу, потому что х принадлежит к, а х0 не принадлежит к. Следовательно, существует множество омега-1 маленькое, оно зависит как от х, так и от х0, и множество омега-2 маленькое, оно зависит опять-таки как от точки х, так и от точки х0 удовлетворяющие условиям. Омега-1 есть окрестность точки х, омега-2 есть окрестность точки х0, и между собой они не пересекаются. а вот здесь я задействовал хаус-дорф из пространства. Без нее, конечно, ничего не получится. тогда вот такое множество множество всех окрестностей омега-1 для всех значений точки х, принадлежащих к множеству амега-1 есть открытые покрытия. множество а. Потому что мы накрыли все точки х, принадлежащие к множеству а, и пользовались мы открытыми множествами. А дальше учитываем обстоятельства, что а компактные, что они пустое. тогда следовательно, лучше сказать, чтобы чередовать. Следовательно, существует число r маленькое, натуральное, существуют точки х1 и так далее, xr, принадлежащие к множеству а, удовлетворяющие условию. Множество окрестностей омега-1 для x1, x2 и так далее, xr, это все еще открытое покрытие покрытие множества. Вот я, пользуясь компактностью, выбираю конечное покрытие. Теперь обозначим пусть омега-1 большое, это будет объединение по всем k в диапазоне от 1 до r множеств омега-1 от xk от xk и x0. А омега-2 это будет пересечение по всем k в диапазоне от 1 до r множеств омега-2 от xk и x0. Тогда нетрудно сообразить, что омега-1 будет окрестность множества а, потому что это открытое, простите, это покрытие, множество у меня достаточно, чтобы накрыть все а. Омега-2 есть окрестность точки x0. Почему? Потому что я пересекаю причем конечное число окрестности точки x0. Зачем мне вообще нужна компактность, зачем выделять конечное покрытие? Затем, что если бы я попытался пересечь омега-2 для всех x, мне вообще говоря, пришлось бы пересекать бесконечно много окрестностей, они могли бы уже не дать окрестности. А здесь получается окрестность. И, наконец, омега-1 и омега-2 не пересекаются, потому что омега-1 маленькая и омега-2 маленькая не пересекаются. Ну, вот, собственно, теорема доказана. Так, ну, на этом мы прервемся, в следующий раз продолжим изучать теоретику множественной топологии. и омега-2 и омега-2 и омега-2 и омега-2